этот от нас я вообще была в шоке забирали заразившегося лучше так доехать чем здесь помирать здесь вообще никто не поможет а там сразу склифосовский прямо вот так около входа короче короче меня все равно не хотите не приезжайте рыб потеряла что ли он охотница смотрите что делает рыб поймала охотница это что карась что ли да сейчас уплывет что обманули он тебя да уплыл твой тухлый карасик все пойдем в леса карася потерял своего это видать с волги поднялась когда вода поднялась надо было да в общем что хотели сказать собаками у нас все нормально в итоге вот они у нас здоровые гуляют купаются получается у нас прошло более 20 дней после укуса лисы сделали получается я сделала профилактическую вакцинацию ну или как сывороточную вакцинацию то есть в день укуса и через 14 дней вот почему я так сделала это я не придумала это регламентировано получается законом на ветеринарии российской федерации то есть все это прописано сделали по инструкции прочее вот что сказать о трупе лисы был ли он заражен бешенством или нет как я и предполагала по ходу дела анализ никто не делал потому что вообще в течение нескольких дней после укуса должны были приехать и сделать вакцинацию всем животным никто не приехал никто мне не позвонил никто меня ни о чем не уведомлял и прочее 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 уже скоро месяц пройдет всем вообще пухрен чего было у нас тут вот естественно это все делается потому что чтобы не было паники чтобы не было официального карантин на район и прочее я так думаю так что нам никто не звонит все такое возможно нас бы уже покусали собственные собаки и мы бы уже сами заразились и наши все животные уже бы возможно заразились бешенством и мы бы их уже продали и они бы заразили еще какую-то ферму но к сожалению это никого не волнует хорошо что это волнует меня и у меня всегда есть дома вакцины и к собаке у нас были на карантине не контактировали с нами первые вот 10 дней две недели то есть там мы не целовались ничего такого не контактировали с животными а вот слава богу хоть я знаю что делать я не знаю почему так происходит возможно за маленькой зарплаты станции в борьбе болезни животных возможно еще по какой-то но я просто не хочу звонить не в общем то все равно то есть собаки мои живы-здоровы никаких нету реакций короче меня все равно не хотите не приезжать хочется так сказать все вот у нас в любом случае скоро будет вакцинация от бешенства приедут поставят все собаками все хорошо вот вчера мы ездили покупали крупу для собак потому что мы их кормим мясо или мясокосная мука и каши но не могли не смогли купить вот заехали на оптовую базу там вообще не было ничего там были только макароны и получается там на развес несколько пакетов осталось там овсянка вот такая вот не гречки даже на развес не было но супермаркетах есть наверное что-то мы не посмотрели да ну там будет каши но естественно супермаркетах кашу на алабая который больше 50 килограмм весит и плюс это еще 20 килограмм да мы еще вчера забрали ячмень мешок потому что мы ячмень тонны не брали и в т.м. ну вот которые коз кормлю гранулированная трава лана иди-ка сюда так 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 ребятки быстро сидеть 2 1 батон 2 все 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 сиди и жди раз то хочешь дай лапу сидеть молодцы марик сидеть кто тебе разрешал все по очереди да молодец такие хорошие собачки ну короче сейчас продолжаем веточки рубить пойдем прогуляемся вот такие дела кадмы сами не заразились наверное то сейчас вообще не до бешенства какое сейчас дело до бешенства сейчас коронавируса везде целое не до коронавируса нам по сути но все равно как бы это на конюшнена она вообще люцерку сажать нам конюшнень строить на на люцерну на сено сажать какой-то коронавирус какой-то на вообще честно говоря без разницы ну конечно умирать не хочется Потому что мы живем в таком регионе Если что-то случится, нам кто поможет? Нам вообще никто не поможет На нас вентиляции легких не хватит Надо купить мешок амбу Такая есть штука Вот так вот делаешь Если будем умирать с Сашей друг другу Это накачать воздух Или купим билет сразу Вот у меня идея была Если что, такой план Оставляем здесь кого-нибудь Или там Санек нормально Переносит болезнь А я беру билет и валю в Москву А там сразу Склифосовский Около входа И по-любому все нормально будет Считаю до Москвы 8 часов Лучше так доехать, чем здесь Помирать, здесь вообще никто не поможет Здесь не бешенство, не коронавирус У меня вон подруга Это, не знаю Кто помнит Кристина работает в этом Ведаптеке, да ее начальству вообще плевать Вообще коронавирус Ли чего Ли вообще Умирает ли кто-то Мы вчера вон поехали К Сашиной маме в гости И через дорогу Этот от нас Я вообще была в шоке Забирали Заразившегося Да, в общем такая фигня Носилки закрытые В общем там люди в скафандрах Я вообще в шоке была А людям у нас всем пофиг Короче Посрать на то, что Люди пожилые Ну вообще на все плевать Посрать, что тут у нас регион такой бедный Как бы В медицине Никто ничего, по-моему Не соображает Абсолютно Ну ладно Мы в срочном порядке Я как об этом узнала Я сама сразу бегу Домой поехали Все Отсюда выходить не будем Саша на маме тоже будет дома сидеть Вот А у Кристины Работа продолжается Как бы И пофиг на то, что Путин сказал Что никто не работает Вот такие дела А сегодня вечером Кстати мы будем делать Печенье Это Как называться будут Карантинные печеньки Потому что Мы по сути Кроме как За печеньем И конфетами Мы вообще в магазин Больше ни за чем не ездим Собаки ходят Вон там Собаки Лана Ой, ой, ой Лана уже устала Да, Лана уже еле дышит Она в шубе Что, печенье? Не дали тебе, да? Лана, ты устала, да? Да, тебе жарко Рыбу ты еще потеряла, да? Вот А вон смотри Яма, Саша Опять Яма Неужели тут было? Короче, тут у нас Ходят металлоискатели И копают Все, все, все Копают Уже надоели Ямы свои Они не закапывают Не дай бог Я их увижу А, когда мы в год переехали Вообще пришли И около нашего забора Около дома Начали копать Я чуть в драку, наверное, не полезла Я говорю, Саша, иди разбирайся Я там орала вообще Шмар какой-то Бедный лес Уже весь перекопали Мне вот тут обстановка так нравится Вот в этом лесочке Вообще прям Это сельхоз земля С деревьями Такая Не очень Перспективная Лана Йети Пошла там прогуляться Лана, мы пошли домой Ну, что-то там Маленькая Йети Сейчас все? Да, все, пошли Ладно, друзья Давайте, мы пошли Пока